Вековой юбилей. В республике обсудили подготовку к празднованию столетия образования чувашской автономии. Экологический баланс. В селе Аликово началась рекультивация свалки твердых коммунальных отходов. Виртуальный отдых. В столице Чувашии стартовали пришкольные онлайн-лагеря. Сегодня на 90-м году скончался митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава. У него была диагностирована двусторонняя пневмония. Высокопреосвященнейший Варнава родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанской области. В 1976 году стал епископом Чебоксарским и Чувашским. К приезду владыки Варнавы в Чувашии было всего 35 приходов. За его 44-летнее служение из руин были восстановлены 7 монастырей. Открыто более 200 приходов. Восстановлено Чебоксарское духовное училище. Создан православный миссионерский центр. Он уделял особое внимание поддержанию мира и согласия на нашей многонациональной земле. Митрополит Варнавы утостоен многих высоких наград. В их числе орден почета. За заслуги перед Отечеством. За заслуги перед Чувашской республикой. Он один из лауреатов государственной премии России в области науки и техники. За участие в возрождении исторической части столицы и строительстве дороги храму. Свои соболезнования в связи с кончиной митрополита выразил в Рио главы республики Олег Николаев. Для нас это очень серьезная утрата. Человек был предан своему делу, находившись в постоянном служении. И естественно, по нашей традиции только можем пожелать, чтобы душа его упокоилась и, как говорится, земля тут будет падать. Сразу несколько детских образовательных учреждений откроются в республике в этом году. Сегодня временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев посмотрел, как идут последние приготовления в детском саду в Цивильске и в новой школе столичного микрорайона Новый город. Детский сад на 240 мест в городе Цивильск построили за рекордно короткий срок – полгода. В просторном трехэтажном здании помимо стандартных групп музыкального спортивного залов оборудованы агролаборатория, столярная мастерская, лего и мультистудия. Есть свой музей родного края. Экспозиция весьма наглядная, экспонаты можно трогать руками. Это проект, который реализуется по программе демографии, по программе образования. Чем он отличается? Принципиальное отличие в том, что предусмотрены все моменты для детей с ограниченными возможностями. Мы видим уже с вами пандусы, видим тактильные плиты. В этом детском саду есть бассейн, в отличие от тех детских садов, которые были до этого построены на подступе. Современные, хорошие, современные системы очистки. Единственный в республике детский сад, где есть мультстудия, мультимедийная студия, то есть детки будут делать мультфильмы. Открытие объекта готовим на 20 июня уже. Несмотря на то, что в Цивильске два года назад открыли новую школу, окончательно проблему не решили. Средняя школа номер два настолько перегружена, что работает в две смены. Кабинеты маленькие, коридоры узкие. Обедают дети по строгому графику. Понятно, нужно начальную школу переводить в другое здание, в новое, пристроенное, как самостоятельный объект. Директор школы Татьяна Кузьмина предлагает построить дополнительный корпус к имеющемуся зданию. Место на территории образовательного учреждения есть. Проекты в стадии разработки. Тогда в этом микрорайоне, где располагается и частный сектор, и многоэтажки, мест для учеников будет достаточно. Поступило и еще одно предложение. А может построить еще одну новую школу в центре. Есть бывшая первая школа, и мы, в принципе, предложили бы вот это аварийное здание снести и построить там новую школу, чтобы затянуть обратно Цивильск, чтобы он не распластывался, а затянуть в исторический центр. И, в принципе, это было вот... Школа или самая только начальная школа? Именно школа. Именно школа. Полностью новую школу. Олег Николаев поручил рассмотреть все имеющиеся предложения, отдав приоритет пока новому корпусу школы номер два. Не снимая вашего предложения, с точки зрения развития в целом города, Сергей Филс-Матриев, архитектурный облик и, обсудив с архитекторами, выработать концептуальный подход к застройке. Вы даже посмотрели вперед на пять лет вообще, что вы хотите увидеть здесь, какие объекты, где они будут располагаться, исходя из КАКС, из того перспективного плана, где какие микрорайоны вы планируете заложить и соответствующим образом реализовать проекты по их застройке в том числе. Поэтому вот так давайте на ситуацию смотреть. А со школой давайте будем двигаться. В любом случае здесь надо при четвертном порядке рассмотреть, проект сделать и попытаться на следующий год уже включить этот проект в реализацию. В Чебоксарах на финишную прямую выходит строительство самой большой школы в Приволжском федеральном округе на 1600 мест. Сейчас в образовательном учреждении в новом городе идут отделочные работы. Обустраиваются два бассейна, огромный спортзал. Здесь планируют открыть классы самбо. Актовый зал на 600 детей. Закуплено почти 50% необходимой мебели и оборудования. На территории строится футбольное поле с искусственным покрытием. Помимо того, что это образовательное учреждение, это еще и такой очень серьезный многофункциональный центр развития детей. В этой школе планируется реализовывать инклюзивный метод образовательного процесса. И, очевидно, дети, которые имеют ограниченные возможности, здесь тоже могут себя реализовать совершенно в различных направлениях. Работы идут в плановом режиме, подчеркнул Олег Николаев. К первому сентября школа откроет двери. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Национальный проект «Экология» предполагает масштабную работу в регионах страны. Одно из направлений – рекультивация свалок, загрязняющих немалые территории. В рамках проекта «Чистая страна» в этом году должна исчезнуть свалка твердых коммунальных отходов Валикова. Пали, превратившиеся в горы мусора. С 80-х годов эта свалка приобрела немалые размеры. С увеличением территории росло и беспокойство жителей райцентра и близлежащих сел. 8 гектаров плодородной земли нельзя было использовать для нужд сельского хозяйства. Не говоря уж о запахе, распространяющемся на всю округу. Нынешняя рекультивация ведется с учетом современных технологий. Много было сигналов стороны жителей с просьбой провести работу по рекультивации. Самым современным образом будет проведена рекультивация. Это сверху и геомембрана, и щебень, и сверху грунт. То есть все это будет в таком и красивом, в том числе и эстетичном виде. После рекультивации эти места будут введены в хозяйственный оборот. График работ был чуть звенут из-за погодных условий. Но исполнители рассчитывают наверстать упущенное и даже завершить раньше. Этот вопрос сейчас под особым вниманием правительства. С тем, что грунт влажный, тяжело было им заехать, вот они валы собрали техникой, а сейчас уже КАМАЗами подвозят к основному ТИО. Грок окончания у нас в ноябре, но мы планируем июнь-июль сделать. Но зависит от погоды все. На эти цели выделено почти 25 миллионов рублей. 24 миллиона 644 тысячи из федерального бюджета и 236 тысяч из регионального. Наша задача, конечно же, максимально эффективно использовать эти средства. И за счет этих средств, с одной стороны, решить проблему так называемых несанкционированных свалок раз и навсегда. Организовать текущий оборот черных коммунальных отходов максимально современными способами и с максимальной переработкой через сортировку этих отходов. Ну и, конечно же, в дальнейшем не допускать появления такого рода свалок. Теперь весь мусор будет собираться в контейнеры и отправляться на полигон переработки твердых бытовых отходов, как того требует природоохранное законодательство. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев. Снимать ограничения не станут. В связи с распространением коронавируса в Республике растет число безработных. С 1 марта Центр занятости Республики принял более 17 тысяч заявлений. Особенно не просто сейчас с женщинам, воспитывающим маленьких детей. Специалисты предлагают им не только новые рабочие места, но и обучение. Добрый день, уважаемые слушатели. Начинаем сегодня урок. Итак, сегодня мы с вами продолжаем изучать дисциплину управления государственными и муниципальными закупками. Вот так женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и не выходя из дома, повышают свои знания. Дистанционный метод обучения для них был доступен всегда. Сегодня в условиях карантина это стало особенно актуально. Дистанционное образование мне помогло даже тем, что у меня дети всегда под присмотром, всегда рядом. И вот эта доступность обучения, то, что я сама выбираю, вот этот график, гибкий график, это большая польза. Парикмахер, портной, бухгалтер, специалист по ногтевому сервису, водитель автомобиля. Желающие могут выбрать новую профессию или повысить свою квалификацию. После завершения обучения по специальности государственное и муниципальное управление я планирую перейти на другую работу с повышением подобности. Я госслужащий, работаю в пресс-службе, у меня есть профильное филологическое образование. Мне хотелось повысить свою профессиональную квалификацию. Я считаю, что это образование позволит мне работать более эффективно и, возможно, откроет дополнительные какие-то возможности. Участвовать в проекте могут женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. При этом неважно, работала она до декрета или нет. А безработные могут воспользоваться этой помощью, даже если ребенок старше трех лет, но еще не достиг школьного возраста. Обучение и для тех, и для других бесплатное. При этом безработные еще и получают стипендию. Процент трудоустройства граждан, которые прошли переобучение, по нашей республике составляет более 91%. То есть практически близко к 100% эти люди, которые получили новое образование или новые знания, они нашли себя на рынке труда. Это и есть главный итог. Такие возможности появились благодаря национальному проекту «Демография». Только на обучение женщин с малолетними детьми в этом году выделено более 9 миллионов рублей. Кроме того, по этому же проекту обучение могут пройти граждане старше 50 лет. Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, «Республика». Подготовку к празднованию столетия образования Чувашской автономии обсудили сегодня в Доме правительства. Это значимое событие для республики, поэтому даже в условиях пандемии совсем отменять праздник не планируют. Сложившаяся ситуация заставляет изменить планы и строго придерживаться эпидемиологических правил. Поэтому массовые мероприятия проводиться не будут. Основное внимание – социальные составляющие праздника. Праздник – это не только дата, когда мы будем проводить основные наши мероприятия. А в течение всего года уже велась и ведется работа по реконструкции культурных объектов, благоустройству парков и общественных пространств. Это те подарки, которые жители республики должны и получат в течение этого года. Всего по республике отремонтировано более 50 объектов культуры. Большой объем работ запланирован в Чувашской государственной филармонии. К 24 июня здесь отреставрируют фасад и благоустроят прилегающую территорию. К 1 октября реконструкцию здания планируют завершить в полном объеме. Более 500 баннеров и 70 флаговых композиций уже доставили в города и районы республики. К 10 июня оформление будет установлено. В столице на склоне возле монумента матери появится цветочная композиция в форме карты республики. 24 июня гостей будет принимать Красно-Читайский район. Здесь уже давно готовятся к юбилею. Отреставрирован местный краеведческий музей. Завершаются работы по ремонту площади Победы, где и будут проводиться основные праздничные мероприятия. Продолжат программу деловая часть. Вечером в Чебоксарах после масштабной реконструкции откроется Красная площадь. Для максимального вовлечения жителей республики все мероприятия будут транслироваться в онлайн-формате. Завершится день праздничным салютом. Из-за пандемии большая часть праздничных мероприятий перенесется на август. Их планируют начать с 13 числа мюзиклом «Нарспи» под открытым небом. Также запланировано проведение фестиваля «ТВА НАДОЛ» и Чебоксарского международного кинофестиваля с участием известных гостей. Богдана Дойникова, Павел Редков, Республика. С 1 июня в России вступили в силу сразу несколько законов. Родители начали получать разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Отменили мобильный роуминг, а также банковский. Теперь при переводе денег со счетов, открытых в разных регионах, не будут взимать комиссию. Также с начала июня судебные приставы не смогут забирать в счет долг и социальные выплаты, а также компенсации, полученные при чрезвычайных ситуациях. 1 июня в день защиты детей особое внимание семьям, в которых растут дети. Семья Шишовых из Новочебоксарска воспитывает семерых. С ними встретилась моя коллега Наталья Мальчикова. В воскресенье день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись. Даже на обычной прогулке эта семья, пожалуй, привлекает внимание. О такой же большой и дружной мечтает и старшая дочь Софья. По примеру родителей, она твердо уверена, что слово «семья» предусматривает как минимум «семья». Мне хотелось бы, чтобы у меня было все, как у мамы с папой. Такая же большая дружная семья. И чтобы все было так же, чтобы в семье было так же весело, шумно вот так вот, радостно, светло всегда. Читая Шишовых сегодня воспитывает семерых детей. И совсем скоро ждет еще пополнения. Взаимопонимание, поддержка и внутренняя гармония в такой семье уютно и комфортно всем. А для детей главный, наверное, пример – это их родители, их взаимоотношения, их отношения к делу, как мы относимся сами к каким-то жизненным ситуациям. Мы должны передать детям свой опыт и помочь им самоопределиться в жизни, самореализоваться. Спорт, живопись – и одно из главных увлечений семьи музыка. С нотами дружит здесь каждый. С удовольствием учится хоровому пенью. Серафим окончил Архангельскую школу колокольного звона. Совершенствует свои навыки игры и на других инструментах. Мать семерых детей, Ольга Анатольевна, награждена знаком материнской славы Чувашской республики «Оне». Шишова – победителя республиканского конкурса «Семья года». В Рио глава Чуваша Олег Николаев поздравил многодетную семью с Днем защиты детей. В преддверии векового юбилея автономии в режиме онлайн он наградил родителей медалью. Спасибо вам большое за ваше отношение к жизни и спасибо за то, что вы так здорово, так дружно живете, вот большой семьей, и показываете великолепный пример для всех нас. Спасибо. Всем семьям нашей республики, и не только нашей республики, чтобы все дети, они росли под крылом любящих родителей. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Игорь Зверев, Республика. 1 июня в столице Чувашии стартовали пришкольные лагеря в онлайн формате. Как началась смена в 59-й школе, расскажет Юлия Важенина. Есть у нас в лагере ребята на букву А. Арина, Аня, Артемий, Амир. Здорово. Перекличка между отрядами и зарядка – так начинается каждое утро в онлайн-лагере. Вожатые в школе проводят занятия, дети дома повторяют. Мастер-классы, конкурсы, флешмобы – скучать школьникам точно не придется. Включений несколько в течение дня. Они обозначаются заранее вожатым и начальником лагеря для того, чтобы они выходили в эфир. И таким образом они общаются не только, скажем так, с преподавателем, педагогом, но и между собой в первую очередь. Потому что действительно проблема коммуникации в апреле-май она остро обнажилась, и детям, конечно, хочется общаться между собой. 61 школа столицы Чувашии и 5000 детей отправятся в путешествие по странам мира. Это темы смены, первая остановка – Франция. 12 дней, 12 стран – Италия, Испания, Россия. Каждый день ребят ждет знакомство с разной культурой. В 10 часов детям даются определенные задания, которые они выполняют, либо вместе с нами, либо самостоятельно. В 12 часов мы с ними созваниваемся еще раз, и они делятся результатами своей работы. А в конце дня они заполняют дневник путешественника, где отмечают свои достижения, свои открытия и новые знания, которые они получили. На открытии смены отметили и участников городских конкурсов. Например, Лена Пономарева отличилась на фестивале детского творчества «Звездный час». Вместе с мамой она записала видео песни и отправила на конкурс. Ее выступление запомнилось жюри. «Манец белой вишнею на берегу, Каждый день с друзьями я в лагерь прихожу, Лето пролетит, и всех класс пойдем опять, На свои каникулы будем вспоминать!» «Когда я пою, мне чувствуется, как будто бы, Когда все на меня смотрятся, они радуются». Две онлайн-смены по 12 дней планируют провести в столице Чувашии в июне. А с июля Управление образования надеется, Дети смогут отдохнуть уже в оздоровительных лагерях республики. «Все знают движение, взрываем на движение» Юлия Важенина, Николай Скворцов, Республика. Сегодня юные ведущие нашего телеканала отметили День защиты детей в прямом эфире. Целых два часа ребята проводили конкурсы, разыгрывали призы, Отвечали на вопросы зрителей и делились секретами создания детских программ. А вот воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Отметили праздник на крыльце. Артисты и волонтеры устроили для них представление во дворе. Тему продолжит Мария Шоклева. День защиты детей 1 июня 2020 года выглядит так. За масками не видно улыбок, но глаза излучают радость. Подходить к ребятам близко нельзя, зато танцевать не запрещено. Тяжело работать, петь и танцевать маской? Немного тяжеловато, но мы понимаем, что данная ситуация нам говорит, что мы должны работать в маске, чтобы была безопасность, и чтобы мы смогли все-таки поздравить деток даже в такой ситуации пандемии. В костюмах троллей и фиксиков сотрудники ДК агрегатного завода. Рядом с подарками волонтеры фонда «Право на жизнь». Мы приехали сюда подарить детям хорошее настроение, хороший праздник, подарки, а врачам, педагогам и родителям отдельный... Респект! Дети с утра встали сегодня как никогда рано. Каждый искал одежду, чтобы быть нарядными. Большое спасибо за те подарки, которые «Право на жизнь» нам подарила. Дети уже выбрали, и мне все шептали. Мне фломастеры. Одна сказала, мне нужна раскраска, которую они увидели. Сейчас мы тоже все это обработаем и обязательно детям раздадим. Символ детства и праздника – это, конечно, воздушные шары. Они достались каждому, а еще поднялись в небо и унесли с собой заветные желания мальчишек и девчонок. И вместе с этими шариками ваши желания полетят и будут исполняться! Мария Шоклева, Игорь Зверев, Республика. Время добрых сказок и новых знаний. Сегодня в Международный день защиты детей стартовал марафон «Театры детям». Он продолжает череду онлайн-событий, посвященных празднованию столетия чувашской автономии. Когда все мультфильмы пересмотрены, а пойти никуда нельзя, родители ломают голову, чем занять детей на самоизоляции. Фестиваль «Театры детям» в помощь. Участники акции дистанционно постараются показать самые креативные программы и мастер-классы. Наравне с профессиональными артистами выступят и дети в возрасте до 14 лет. К примеру, «Театр оперы и балета» не только покажет свою музыкальную сказку «Бременские музыканты», это премьера этого сезона. То есть еще пока ее никто не видел в зале, и надеюсь, когда-нибудь все это будет видно. Но и дети, которые занимаются в студии, будут показывать уроки хореографии на дому. Актеры Чувашского драмтеатра, их дети, и актеры театра юного зрителя, которые будут читать сказки на чувашском языке. А у «Театра кукол» есть даже еще и уроки Чувашского, где в такой игровой форме с куклами мы будем показывать, как будет выглядеть изучение чувашского языка на каких-то очень забавных примерах. Анонсы событий будут размещаться на сайте Минкультуру Чувашии. Виртуальное путешествие в мир театра продлится до 24 июня. Рифат Фаткулин, Республика. Уже сегодня во дворцах бракосочетания возобновилась регистрация заключений и расторжения брака. Напомним, работа ЗАГСов была приостановлена из-за коронавируса. Сейчас меры безопасности также сохраняются. Церемонии бракосочетания будут проходить без гостей, а записаться можно по телефону или через портал госуслуг. Необходимо, конечно, понимать, что главная сейчас задача – это сохранение своего здоровья, близких, окружающих. Поэтому прошу отнестись к этой ситуации с пониманием. При этом хочу отметить, что как только ситуация будет выправляться в лучшую сторону, мы рассмотрим возможность, как это уже сделано в других субъектах Российской Федерации, возможность участия уже в бракосочетании приглашенных до 10 человек. В настоящее время на август уже подано 340 заявлений. При этом я хочу отметить, что опция по переносу бракосочетания сохраняется, и любая пара может по согласованию с отделом ЗАГС перенести на более поздний срок бракосочетания для того, чтобы дождаться торжественного бракосочетания. В Чувашии прошел крупный град. В минувшие выходные температура резко упала почти на 10 градусов. Во многих районах республики прогремела гроза. Самое большое количество осадков зафиксировано в Чебоксарах и Порецком, сообщает портал «Погода в Чувашии». Крупный град выпал в Батаревском районе. Причиной непогоды стал волновой циклон. Он отступил, однако к концу недели придет другой и выпадут сильные дожди. Температура воздуха в конце недели составит 20-25 градусов тепла, а с 8 по 10 июня столбики термометров приблизятся к 30-градусной отметке. Это были новости понедельника. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин